А честно, что на небесах оплот Израиля и его Избавитель. Благослови государство Израиль, начало роста избавления нашего. Охрани его крылом милости Твоей, и расстели над ним Твой мир, и пошли в свет Твой, и правду Твою его главам, министрам и советникам. И дай им совет Твой добрый. Укрепи руки защитников святой земли нашей, и дай им Бог наше избавление, и увенчай их венец победой. И дай им мир стране и вечную радость ее жителям. И братьев наших, весь дом Израиля, вспомни во всех странах их рассеяние, и поведи их вскоре с достоинством всего, город Твой и Иерусалим. Обитель имени Твоего, как написано в Торе Моше, и раба Твоего. Даже если изгнаны будьте на крае неба, то и оттуда соберет Тебя Господь Твой, и оттуда возьмет Тебя, и приведет Тебя Господь Бог в Тую страну, которую получили отцы Твои, и наследуешь Ты ее, и Он сделает добро с Тобою, и размножит Тебя более, чем Твоих предков. И объедини сердца наши, дабы любить и бояться имени Твоего, Господь, и соблюдать все слова Туры Твои. И пошли нам поскорее Ишуа Машиаха Нашуа, потомка царя Давида, чтобы пришло в мир завершение спасения Твоего. И появись в блеске величия мощи Твоей над всеми жителями вселенной Твоей. И скажет каждый, у которого есть душа, Господь, Бог Израиля, Царь, и Царство Его над всем. Истина навеки. Амин. На днях, когда я молился, особенно когда я очень много молюсь за солдат, особенно за наших, которые сегодня в армии, и кто-то на передовой где-то там стоит еще на границах или еще где-то. Когда я стал молиться, вдруг я увидел, просто идут солдаты, идут какие-то бои, и солдаты так разбросаны. И некоторые солдаты, они как бы вот с двух сторон, у них как будто огненные ангелы, их сопровождают не все, а некоторые. И у меня передо мной пришел Богдан, Данияр, и пришло такое понимание, что это те, которые в Иисуа с Господом, как будто ангелы их охраняют и ведут их. И как будто вот перед ними как бы вот такой громадный щит огненный идет перед ними. Они его сами не видят, и ангелов не видят, они просто идут вперед. И как будто пули какие-то летят, снаряды рвутся, и какие-то осколки. И вот этот щит, как будто когда на них идут, поглощает это все, прям съедает. И их не касается вообще. Я потом стал благодарить Господь. Я прошу тебя, Господь, чтобы таких солдат было больше там на поле. Чтоб наши ребята, они могли влиять, чтоб каждый получил такую защиту от Господа, охрану. Чтоб вот эти божьи ангелы и щиты, они защищали наших ребят. И есть надежда и вера, что они благополучно вернутся. И победа однозначно это будет. И сегодня иногда, когда смотришь на то, что все происходит вокруг, и когда вспоминаешь слова Шауля, радуйтесь и всегда радуйтесь, потому что наши имена записаны в книгу жизни. Но, знаете, в эти напряженные дни не получается радоваться. Порой не знаешь, как себя даже вести с людьми. Хочется иногда взбодрить, воодушевить, и даже какой-нибудь анекдот рассказать, юмор какой-нибудь сделать. И в то же время все равно остается какое-то неустройство внутри. Поэтому есть вещи, которые нам нужно осознавать, как сегодня. И Женя говорил, Я думаю, что нам надо научиться правильно понимать и правильно жить, независимо от того, что вокруг происходит. И сегодня у нас был опять бармитцва Еира. Мы прекрасно провели время в Коттеле, в Иерусалиме. Хотя ехали все время, ожидали что-то. Когда ходили там к Иерусалиму, слышишь язык арабский, и думаешь, кто узнает, что у них там на уме. Хорошо, Максим нас проинструктировал, чтобы мы были друг к другу, наблюдали за друг другом. И Ир прекрасно там спел, уже говорили об этом. Это вообще было чудо, что эти ортодоциальные раввины просто подходили, и у них так глаза у кого-то расширились, у кого-то челюсть опустилась, но было здорово. Ну, я хочу сказать, что да, мы можем молиться, и не всегда получается радостно, потому что видишь, что происходит вокруг, и у родных, и у близких, и у друзей. У кого-то горе, у кого-то радость. Но в последние дни я стал много читать, и мне стали цеплять слова 126-го псалма. На иврите это 127-й. Я думаю, мы сегодня поговорим об этом псалме. И я назвал эту проповедь «Колчан жизни». Давайте откроем 126-й псалом. Тут всего 5 стихов. И думаю, мы немножко поговорим об этих стихах. Может быть, кто-то получит уроки какие-то. Потому что на самом деле от предшествующих этих псалмов это псалмы как бы для семьи. Петь в семье, благодарить. Это как бы поклонение семейное. Кто-то говорит, что это псалом наставление Давида. Некоторые говорят, что это сам Соломон написал, потому что он был прекрасный поэт, писатель. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созидит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». И мы смотрим тут интересные вещи написаны. Многие знают этот псалом. И по первым словам можно понять, что это на самом деле обращение к Соломона. Ну, точно я не знаю. На самом деле, может быть, то, что говорил ему отец Давид, он, может быть, и описал. Ну, что мы можем здесь увидеть? Так, стих первый. Песнь «Восхождение Солома». Если Господь не содержит дом и напрасно трудится строящий его, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Если смотреть, как на строительство просто дома. Иногда бывает, что нет Божьей воли, рано или поздно дом этот или разрушится, или сломается, или ты дом не достроишь, или пожар произойдет, или еще что-то. Мы можем прочитать много мест Писания, как, допустим, и с Вавилонской башни. Не доделали, не достроили. Я думаю, что если человек сам строит без Бога, по гордости своей, по тщеславию, я уверен, что Бог не участвует в этом строительстве. Это твоя личная, личное желание и стремление. И, в принципе, я не хочу много сегодня говорить о строительстве дома или храма, как тут описано, потому что, так как Бог не живет в рукотворных домах, правильно, Он, потому что вся Вселенная – это Его, но Он хочет жить где? В Своих творениях, в человеке. И написано, что все, что человек построил на земле, будет разрушено, будет новое небо и новая земля. В некоторых местах Писание даже об этом есть. И в Откровениях, и в Исаии. Я могу прочитать. Вот Откровение, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежнее земля миновали, и моря уже нет. В Исаии, 65 и 66 главе написано, я творю новое небо и новую землю, и прежнее уже не будут воспоминаемы, и не будут на сердце. Как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Все новое будет. И здесь мы видим некоторые вещи, что это, ну, в принципе, я смотрю на то, что это может быть и о семье говорить, это может быть и физической семье, и о духовной семье, и даже о государстве, о городе, где тут, как тут говорится, если не хранит страст, но мы еще об этом поговорим. Вот. И что именно Соломон строил? Он построил храм. Не для Бога, а для имени Бога, чтобы понимали. Ну, и Бог, Его Дух присутствовал там, когда нужно было. Но, если, написано, если Господь не созидит дома, напрасно трудятся строящие. Как я говорю, что это так может быть и в духовной, и в физической семье. Везде нужно трудиться, везде надо что-то делать, засучивать рукава, как в саду, как в поле где-то. И только с Его, с Духом Святым, с Господом, мы можем делать правильную работу, что-то правильное. Все знают, Галатам 5 главу, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, нет закона, греха и смерти. Но те, которые в Мессии распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу заобидывать. На самом деле в мире сегодня мы смотрим, что люди стараются изо всех сил иметь положение какое-то в обществе, хорошую работу, хорошую зарплату, приобрести недвижимость, как я знаю, что некоторые даже приобретают недвижимость. Кто-то собирается быть миллионером, и как в прошлый раз Леон говорил, что даже будут у тебя миллионы, куда-то что ты с ними будешь делать. Но Господь говорит довольствоваться тем, что у вас есть. Но мы всегда хотим что-то лучшего. Но я скажу, что самые такие лучшие заморозы проваливаются, если в них не участвует Бог вообще. Это, как я сказал, город, да и относится и к городу, и к стране. Мы видим, что происходит. К чему привело разделение, немножко Женя затронул это. На самом деле я вижу здесь и суды, и это разделение принесло, что сегодня? Вторжение врагов, гибель друзей, родных, близких. Когда стали объединяться, что-то стало другое происходить, вдруг пошли победы. Но я думаю, что вся эта война Господа, и им все движутся, живет и существует. поэтому объединение как бы какие-то стало приносить победы, прорывы. Я думаю, что все равно победа будет, потому что Господь сражается за нас. Второй стих 126 главы. Напрасно вы рано встаете, постно просиживаете. Люди лишают себя отдыха в погоне за каким-то благами мира этого. И это на самом деле правда. Есть, в которые люди очень рано встают, работают целый день и даже поздно ложатся, утром опять бегут. Это как Господь сказал нам, что будете в поте лица пахать и жить, и как бы они вот так работают, только чтобы что-то зарабатывать. Написано, ели хлеб печали, захотели есть, и к Адам с Евой. Не то, что Бог дал. Бог дал бесплатно, все хорошо, и теперь, когда совершился это, что они съели, плод не нужен. Теперь приходится и нам пахать до того, пока он нас не приведет опять туда, где будет нам легко и свободно. Тогда, как возлюбленному своему, он дает сон. Для чего сон? Сон – дар для того, чтобы тело отдыхало, обновлялось. Поэтому нужно научиться отдыхать, и Господь возлюбленному своим дает сон. Кто его возлюбленный? Те, которые с ним. Если мы на самом деле внутри имеем мир, шалом, независимо от того, что вокруг происходит, а внутри шалом и доверие полное ему. У Давида были сыновья, а Вишалом, Аддония, какие у них были заботы? Колесницы, лошадей, пеших солдат своих, которые ходили с ним. Они постоянно беспокоились об этом. Вы знаете, что интересно, я прочитал, что Соломон, оказывается, был совершенно спокойным ребенком и очень много спал. И ему не нужно было, он даже не стремился стать царем и завоевать трон. Но Господь каким-то образом осуществил его. Вы знаете, как его еще одно имя называется Едидия? Это ему Натан дал имя, когда он родился. То есть возлюбленный Господом. Вы можете это прочитать во втором царстве в 12 главе 24-25 стих. Едидия, возлюбленный Господом. Мы с тобой на самом деле возлюбленные, даже если ты об этом не думаешь, мы возлюбленные Господом. Потому что он нас избрал, он нас привел к себе. И сколько он хочет, чтобы было еще. У него много возлюбленных. Мы не знаем кто, но он говорит идите завоевывайте их, чтобы мое царство наполнялось, мой колчан наполнялся жизнью моей семьи. И еще третий как свято сегодня у нас так. Ну, давайте я сейчас с 3 по 5 еще стих пройду быстренько, и мы закончим. Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. На самом деле, дети это Божий дар. Соломон пошел против закона, и что произошло? Он больше приобрел, у него фокус был на женах, на женщинах. И смотрю, Шоломона было, ну, смотри, когда читаешь Писание, мы нигде не прочитаем, что Шоломона было больше одного сына. Но дети это не только наследие от Господа, но и для Господа. Потому что мы для Него сегодня. Для того, чтобы завоевывать сердца, чтобы завоевывать жизни, чтобы колчан наказали. наполнялся блажен. Так, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Это можно отнести и к родителям, и к пасторам, раввинам общин, которые могут правильно научить, правильно направить. Потому что на самом деле, если прочитать Иоанна, там написано, какие молодые юноши, что они сильные, что они крепкие. И на самом деле, имея много детей, я могу уверенно и смело сказать, что, как написано, блажен, счастлив, счастлив человек, который наполнил имя колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. и вот семья подобно колчану полного стрелами разными, разных размеров, разных калибров. И эти стрелы, если их правильно направить, они будут приносить пользу со своими дарами, со своими способностями, которые Бог вложил в них. Но иногда эти стрелы работают и в обратную сторону, только уже попадают в сердца, когда дети непослушны, когда дети когда мы детей сами направили где-то неправильно, не уделили достаточно внимания, любви. И эти стрелы потом попадают в нас же самих, как бы меранг. Поэтому Господь учит нас, чтобы мы были внимательными, к тому, чтобы их направлять правильно, научить правильно. Я сегодня молюсь за своих детей, за внуков, и не все еще спасены, но очень хочется и переживая за это, хотя они говорят, что ты воспитал нас правильно. Вот, и поэтому когда я смотрю на то, что как они живут, как они действуют, и внуки, чему они их научили, и об этом псалме конечно можно много говорить. Но я хочу дать понять, что бывает иногда, что и в общинах, в семье, когда ты пытаешься направить, есть те, которые начинают служить и делают то, что Господь в чем призвал, а есть те, которые просто стараются быть на виду, брать то, куда Господь вообще не направлял, лишь бы похвалили, лишь бы выделиться, но идут своими путями, как карьеристы, или как, я не знаю, как это называть, но бывают и такие. Но я молю, чтобы Господь помог нам, всем, и мне лично, чтобы идти за Ним, быть вот именно той стрелой в колчане его, в его жизни, которую он приготовил для нас, потому что на самом деле тот колчан, который есть среди него, он может быть безмерным, потому что он хочет, чтобы все люди на земле спаслись. Но сегодня наша задача, и это есть возможность сегодня говорить в эти трудные времена. Я знаю, что сейчас многие вдруг зацепились за Господа, но так хочется, чтобы они зацепились именно за Ишуа. Верующих много, но Писание говорит, что отцов мало, наставников много. Иногда сегодня можем говорить, что в общинах могут быть люди, которых направляешь, они все время остаются младенцами, и приходится им постоянно менять памперсы, заботиться о них. Но Господь говорит, что давно вам пора быть учителями, и наставниками, но, говорит, наставников много отцов мало. И я молю и прошу, чтобы Господь вложил нас от своего отцовского сердца, свою любовь, свою заботу, и хочу помолиться и закончить на этом. Дорогой Небесный Отец, Абин Малкейн, очень и стражами на этой земле, Господь. Помоги нам, чтобы мы могли управлять временем, не смотрели на мир, не стремились за благами, а стремились к Тебе, Господь. Ты сказал, чтобы мы плодились и размножались. Ну да, у кого-то нет детей, у кого-то есть, у кого-то мало, у кого-то много. Но я прошу Тебя, Господь, чтобы те люди могли приобретать духовных детей от Тебя, чтобы их было много, чтобы наша семья Савицуон и другие общины, они отрастали, наполнялись, чтобы колчан настолько был полон и расширялся, расширялся, чтобы мы могли делить эти колчаны на другие семьи, которые у нас уже образуются, и Орхай, и на Церетагалель, и чтобы в других общинах тоже это происходило, Отец, чтобы мы плодились и размножались. Помоги нам быть инструментами в Твоих руках, чтобы каждый из нас, несмотря на то, что мы Твои сыновья, дочеря, имели Твой Отцовский Дух во Име Ису. Разумляй нас, Господь, как написано, написал Павер в Первой Коринфины, в 4 главе хочу напоследок прочитать. «Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, хотя у вас тысячи настанников в Мессии, но немного отцов. Я родил вас в Иешуа в Мессии благоествованием». Мы учимся у наших отцов, у наших родителей и учимся и хорошему, и бывает, что и плохому, но я молю, чтобы дети больше смотрели на наши хорошие вещи, чтобы мы были для них зеркалом подражания, как Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Мессии. чтобы мы научились побеждать, воевать, любить даже тех врагов, которые рядом с нами, наши близкие, наши друзья, которые сегодня друзья, завтра могут предать. И даже их Господь учит любить, потому что сотворены по образу подобию Божьему. Ну, те, которые на нас нападают с мечом, от меча, как говорится, и погибнут. И я молю, Отец, Тебя, чтобы мы научились понимать эти вещи сегодняшнего дня. Конечно, об этом псалме можно говорить много, но я говорю, чтобы даю вам информацию к размышлению, чтобы вы еще почитали, увидели что-то для себя. И пусть благодать Господа нашего Исшоу, Мессии, и любовь Бога Отца, и общение Руа, куда Святого Духа да пребудет со всеми вами, нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok